Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня по вашим просьбам я слеплю нового Соника из кино, а также попробую слепить страшного Соника из крипипасты Sonic XZ. Сначала буду лепить Соника из нового фильма. Как обычно, сразу подготовлю все необходимые основные детали фигурки. В качестве каркаса буду использовать алюминиевую проволоку диаметром 1,5 мм. А для того, чтобы было проще соблюдать пропорции фигурки-прилепки, я сделал себе вот такой рисунок. Соник – сверхскоростной синий еж из другого мира, за силами которого неминуемо кто-то охотится. В раннем детстве он получил мешочек особенных колец, выбрасывая которые, можно оказаться где угодно, стоит только задуматься об этом месте. Очутившись на Земле, вплоть до новой облавы, ему удалось освоиться и привыкнуть к новому месту, как к своему дому. Планет, на которых он мог бы обосноваться, если возникнет угроза, осталось не так много. Но единственное, что в действительности угнетает Соника – это одиночество. Однажды, задумавшись об этом, он источает столько энергии, что обесточивает целый город. На это обращает внимание правительство и поручает техническому гению, доктору-роботнику, следовать в скромный Гринхилл и найти причину коллапса. Помочь ежу скрыться от самовлюбленного злодея и его вездесущих дронов вынужден местный шериф Том, за жизнью которого Соник давно наблюдает. На ногах у Соника красно-белые кроссовки. Теперь устанавливаю фигурку на подставку. Ее и слепил из зеленого пластилина. Снизу проволоку загибаем, чтобы фигурка была устойчивой. А также прилеплю кружок из картона, чтобы подставка не прилипала к столу. Разглаживаю место соединения ног с туловищем. Теперь доделаю более мелкие элементы на верхней части обуви. При помощи алюминиевой проволоки буду крепить Сонику руки. В новой версии, как и в предыдущих, на руках Соник носит белые перчатки. Для лепки мордочки и живота Соника мне понадобится светло-бежий пластилин. Для того, чтобы получить нужный цвет, я смешаю белый с небольшим количеством оранжевого пластилина. Далее я покажу, как можно слепить Сонику голову. Сразу добавлю немного пластилина на место соединения туловища и головы. Теперь приступаем к лепке прически нашего Соника или его колючек. Продолжение следует... Колючки я все прилепил, далее будем лепить нашему ежику мордочку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Для лепки глаз мне понадобится белый, черный и зеленый пластилин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Теперь слепим уши. Теперь приступим к нанесению текстуры шерсти. Итак, ребята, вот такой соник из нового фильма у меня получился. Ну а теперь из этой фигурки соника я попробую сделать страшного соника экзе. Серия игр Sonic Exe впервые появилась в 2013 году, созданная по оригинальной крипипасте на персональный компьютер. Восьмибитные, а также шестнадцатибитные игры про ежа соника послужили началом серии игр. Экзектор или Sonic Exe главный антагонист вселенной Sonic Exe. Экзектор темно-синий антропоморфный еж, он выглядит как классический еж Sonic, но в отличие от него самого, у него черные глазницы и красные зрачки. Перчатки и сам еж покрыт кровью от убитых им жертв. На мордочке всегда присутствует нехидная улыбка, а из глаз текут кровавые слезы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой страшный Sonic Exe у меня получился. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно поддержите наш канал и поставьте лайк. Если не хотите пропустить следующие видео, то обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны, и ставьте колокольчик в положении «Все», чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Также приглашаю вас вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на Инстаграм. Все ссылки есть в описании под видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!